Новый посол, футбольный матч и марки в Сочи отметили 100 дней до Кубка Конфедераций. Эксперимент с кондукторами оправдал себя. Что теперь изменится в работе общественного транспорта, обсудили на заседании комиссии. Как правильно общаться со сложными подростками, студентов научат в школе вожатых. Таких в край откроется 6. 200 спортсменов борются за путевки на главные старты сезона. Всероссийские соревнования по фехтованию проходят в Сочи. Расширять производство и при этом сохранять цену. Как работает одно из главных городообразующих предприятий Мостовского района, смог оценить. Сегодня губернатор Вениамин Кондратьев. Глава региона побывал на заводе губского кирпича. За прошлый год предприятие выпустило более 35 миллионов штук. Но это не предел, считает руководство. Со следующего года в планах выпуск строительного материала специально для побережья, рассказали губернатору. Кирпич будет производиться по голландской технологии. Он будет устойчив к условиям побережья, где повышенная влажность и соль. Продукцию завода сегодня используют не только при строительстве, но и внутренней отделке. Причем не только в крае. Мы сбросили цены на 30%. Это очень серьезно. Нам трудно, потому что цены на сырье и цены на энергоносители увеличились. Но тем не менее, мы вложили в наших сотрудников, в топ-менеджеров. Они проходят обучение сейчас в Академии наук. Кроме того, мы, например, некоторых неэффективных дилеров убрали. Это перепродажа. Мы открыли свои офисы на тех рынках, которые считаем перспективными. На рынке не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Вот я вам хочу сказать, что вы ни в коем случае сбросив цену на 30% не потеряли. Вы сегодня изложили огромный футамент, чтобы завтра приобрести. Понимаете, это однозначно. И еще раз хочу сказать, это ваша дальновидная политика, стратегия вашего предприятия. Во время объезда губернатор оценил и туристический потенциал района. Вениамин Кондратьев побывал на базе отдыха, где бассейны с термальной водой. Только за два месяца этого года здесь отдохнуло более 500 человек. 100 дней до Кубка Конфедерации отметили сегодня в Сочи. На курорте по случаю этой даты прошли мероприятия с участием жителей и гостей курорта. В школах проведены футбольные уроки. В Дельфинарии – футбольное представление. А в Олимпийском парке состоялся футбольный матч ветеранов спорта Сочи и Республики Абхазия. Появился у Сочи и посол. Кто это, расскажет Елена Всецына. Перед футбольным матчем сегодня, когда отмечается 100 дней до Кубка Конфедерации ФИФА, был назван еще один посол Сочи – города, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Им стал Евгений Ловчев, советский футболист, заслуженный мастер спорта. Он всегда считал Сочи футбольной столицей. Дважды я был капитаном Спартака, когда мы играли с Миланом здесь, и я забивал эти голы. Ну какой же не футбольный город? Если сейчас чуть-чуть там меньше пацанов стало, это надо просто заниматься этим. Но стадион построен такой. А в Сочи сейчас более 800 мальчишек занимается исключительно футболом. К 2018 году эта цифра вырастет в три раза. Образована специальная спортшкола по футболу. Стадионов для тренировок становится в каждом районе больше. Это и центр Сочи, и Адлеры, и Мацесты, и Красная Поляна. Самый лучший вид спорта. Мой кумир Давид Луис. Хочу заниматься футболом, стать футболистом. Сегодня там передали в муниципальную собственность стадион на Красной Поляне. Скоро будут построены тренировочные площадки для проведения чемпионата мира по футболу. И они тоже будут переданы для наших спортивных школ. И материально-техническая база, она действительно позволит все больше и больше расширять возможности футбола. Товарищеский матч футбольного клуба «Жемчужина» и «Спартака Абхазии» ознаменовал начало международного футбольного праздника. Почти через три недели Сочи будет принимать российских и бельгийских футболистов. Мы открываем первый тестовый матч сборной России и сборной Бельгии 28 марта. Это первое событие в истории подготовки, которая пройдет здесь в Сочи, в России. Это большая ответственность, в том числе и на город, и на край, и на нас всех вместе, на Россию. Потому что это пятая строчка в рейтинге в футбольном Бельгии. А у Сочи еще одна задача – создать атмосферу большого футбольного праздника. Как можно больше людей вовлечь в этот процесс. И такой опыт у сочинских болельщиков есть. Город не первый раз принимает участие в международных соревнованиях. В Сочи входят четверку городов-организаторов футбольных матчей, которые пройдут через три месяца с небольшим в рамках чемпионата мира по футболу. Команды, вышедшие в полуфинал, сыграют в нашем городе 29 июня. У сборной России есть шанс попасть в Сочи, но только в том случае, если она займет второе место в своей группе А. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. 9 марта в почтовое обращение вышла марка, посвященная Кубку Конфедерации, на которой изображен главный трофей соревнований по футболу. Сегодня на главпочтамте прошло спецгашение марок штемпелем одного дня. В Сочинский почтамт сегодня поступили десятки тысяч таких марок. Филателлистическая ценность. Номиналом 35 рублей издана тиражом 1 миллион 242 тысячи экземпляров. Продаваться почтовые марки, выпущенные в рамках филателлистической программы к чемпионату мира по футболу, будут по всей стране. Изготовлены к этому дню и штемпели специального гашения для четырех городов проведения Кубка Конфедерации Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Оттиск штемпеля первого дня можно было поставить сегодня в Центральном почтовом отделении курорта. Штемпель будет находиться в течение всего рабочего дня, то есть до 10 часов можно будет пристемпеливать специальным штемпелем и отправить в любой город, страну, мира. Марок в Сочинский почтамт поступило 18 тысяч. Этого будет достаточно для того, чтобы всем филателлистам и всем жителям и гостям города их хватило для реализации. Штемпель первого дня, на нем отмечена сегодняшняя дата, нарисован Кубок Конфедерации, написано о том, что это в Сочи произошло. После сегодняшнего дня он отправится в музей календарных штемпелей в Санкт-Петербург. Почтовые знаки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателлистическую ценность и пользуются большим спросом среди коллекционеров. К слову, Кубок Конфедерации – это соревнование по футболу среди национальных сборных, проводимое под эгидой FIFA в стране-организаторе чемпионата мира за год до основного турнира. Первый Кубок Конфедерации официально организован и утвержден FIFA в 1997 году. Он стал преемником Кубка Короля Фахта, проходившего в Саудовской Аравии. В Сочи перейдут на безналичную оплату проезда в автобусах. Также будут перераспределены маршруты общественного транспорта. Необходимо это для того, чтобы уравнять условия муниципального предприятия «Сочи Автотранс» с другими перевозчиками и, безусловно, в целях повышения комфорта для пассажиров. Какие еще методы повышения качества обслуживания необходимо предпринять транспортным компаниям, говорили сегодня на совещании первого заместителя главы города с их руководителями. Расскажет Татьяна Говоркова. Как себя чувствуете? Прекрасно. Все равно не в порядке. Спасибо за зарядку. Хорошо, давайте. Перед выходом на линию водители должны проходить не только медицинский, но и внешний осмотр комиссии. С наступлением весны теплый свитер заменила жилетка. Белая рубашка, галстук, черные классические брюки и туфли. Только так, а не иначе сейчас обязан одеваться водитель автобуса и маршрутки. Пока эти правила соблюдают не все. Руководители компаний-перевозчиков уверяют, до 15 марта все их сотрудники будут выглядеть с иголочки. Позаботиться необходимо и о дисциплине, подчеркивает первый заместитель главы города. Хамству и курению в салоне следует положить конец. Город, который строила вся страна, является предметом особой гордости сегодня. Тем более после проведения Олимпийских игр. Мэр города, вся наша команда из кожи вон лезет, чтобы город был красивым, ухоженным, чистым. И вы все этим пользуетесь. А вы набираете хамло, которое портит настроение нашим жителям и гостям города. Понимаете, что вы делаете? Впредь водители всех автотранспортных предприятий должны быть не только вежливыми, но и соблюдать правила перевозки пассажиров, в частности, предоставлять билеты. С момента экспериментального введения кондукторов на одном из городских маршрутов собираемость выручки увеличилась на 42%. Расчеты, произведенные специалистами, показали ежемесячно. Городской бюджет таким образом теряет порядка 30 миллионов рублей. Этот показатель привел к необходимости пересмотра системы оплаты. Есть понимание, что водители выручку не додают, к сожалению. В ближайшие несколько месяцев мы должны перейти на безналичную систему проезда. Будет увеличена контрольно-ревизионная служба, которая будет заниматься контролем обелечивания пассажиров. При разработке маршрутной сети и при ее розыгрыше, почему-то самые хорошие маршруты, дающие хорошую прибыль, оказались не у му по Сочи Автотранс. Я думаю, что это абсолютно несправедливо, потому что наши автобусы, они более подготовленные, они все кондиционированы, они новые, которые закуплены по лизингу к Олимпиаде. И наш подвижной состав позволяет работать на 80% этих маршрутов. Поэтому маршрутная сеть будет пересмотрена. Кстати, больше 80% частных маршрутных автобусов не оборудованы кондиционерами. Кроме того, некоторые имеют технические и внешние недостатки – разбитые стекла, ржавый кузов и порванные сидения. На устранение всех нюансов компаниям-перевозчикам дан срок до 1 мая. К началу летнего сезона весь общественный транспорт должен быть ухоженным, капитально отремонтированным и кондиционированным. И это должно стать правилом в курортном городе. Кстати, до начала пляжного сезона в Сочи будет отремонтировано 46 дорог. Всего же в этом году пройдет ремонт на 96. На эти цели выделено более полумиллиарда рублей. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. И снова о транспорте. Осторожно, на дороге кирпич. Причем в прямом смысле слова. ЧП произошло на улице Виноградная в районе санатория Сочи. Бортовая газель, идущая по встречной полосе, на повороте наклоняется и весь груз. А эта масса кирпичей оказывается на дороге. Самым большим сюрпризом это стало для водителя белой иномарки, который еле успел затормозить. Как видно на съемке регистратора, случившееся стало причиной автомобильного затора. Сочи и Краснодар свяжут прямой маршрут Дневного экспресса. С 1 мая РЖД открывает новый ежедневный маршрут Краснодар-Роза-Хутор. Поезда «Ласточка» будут состоять из пяти вагонов с местами для сидения. В первый рейс поезд «Роза-Хутор-Краснодар» выйдет 1 мая. Из «Розы-Хутор» состав будет отправляться в 14.36, прибывать в Краснодар в 20.44. Время в пути составит 6 часов 8 минут. Из Краснодара в обратном направлении «Ласточка» начнет курсировать со 2 мая. Отправление из краевой столицы в 7.22. Прибытие в Розу-Хутор в 13.49. Стоимость проезда по полному маршруту на основные места – 870 рублей. На откидные боковые – 522 рубля. Праздничный флешмоб накануне организовали сочинские водители. В Олимпийском парке они выложили из автомобилей поздравления с 8 марта. На Международный женский день акцию сняли на квадрокоптер. В честь Международного женского дня некоторых сочинок не только поздравили, но и наградили, в том числе и за оказание помощи при организации работ на месте крушения самолета Ту-154. Подобными наградами отмечены десятки сочинцев. Теперь среди них и Влада Колыханова, заведующая пищеблоком казачьей школы номер 10. Грамоту за проявленный профессионализм и оказание практической помощи при организации проведения неотложных и следственных действий по факту крушения самолета Ту-154 в акватории Черного моря ей вручил руководитель следственного отдела по городу Сочи. Владимир Терентьев отметил, что эта награда – знак признательности тем людям, которые, несмотря на трудности, сложные погодные условия и в целом тяжелый морально-психологический климат, обеспечивали спасателям и следствию бесперебойную работу на месте происшествия. К другим новостям. В Краснодарском крае в марте откроют шесть центров по подготовке вожатых. Как правильно общаться со сложными подростками научат кубанских студентов в школе вожатых. Первый центр начнет работать 11 марта в Славянске-на-Кубани. Ученикам предстоят лекции по педагогике и психологии, семинары и тренинги от профессионалов. Команда представлена научной средой, то есть те люди, которые имеют определенные знания в образовательной, в педагогической сфере, они не только приобрели опыт в этом направлении, но и, по сути дела, являются разработчиками программы. После обучения студенты сдадут экзамен. Те, кто справится со всеми задачами, получат свидетельство о дополнительном образовании и возможность поработать в лучших лагерях края – Орленке, Смене и Молодежном форуме «Регион 93». В Сочи пройдет третья городская краеведческая игра «Квест-2017». 19 марта и школьники и дошколята посоревнуются в знании родного курорта. Организаторы Управления по образованию и науке и Центр детского и юношеского туризма и экскурсий. В квесте участвуют школьники с 1 по 11 класса и воспитанники детсадов. Участники делятся на четыре возрастные группы. Состав команды – 6-10 человек. В период с 10 февраля по 10 марта проводится первый тур. Команды должны посетить экскурсионные объекты на территории всего Большого Сочи, сфотографироваться на их фоне, изучить информацию о них, выложить фото в интернет. 19 марта второй тур в форме игры «Квеста» пройдет на территории парка «Ривьера». В третьем туре ребята продемонстрируют, насколько хорошо они изучили достопримечательности, на которых побывали. Сочинские школьники посетили Кубанский юридический колледж. Там прошел день открытых дверей. Будущие абитуриенты смогли узнать о специальностях и о новых правилах поступления в этом году. День открытых дверей – это яркое путешествие в мир актуальных профессий. Главная новость Кубанского юридического колледжа – это получение финансирования из краевого бюджета и открытие новых специальностей – программирование в компьютерных системах и информационная безопасность автоматизированных систем. На весь период учебы студенты получают отсрочку от службы в армии, а по окончанию государственный – диплом юриста. Сейчас в колледже обучаются более 400 студентов. Многие преподаватели имеют ученую степень, высшую категорию и награды. Кубанский юридический колледж позаботился о получении его выпускниками высшего образования. Заключил договоры с лучшими университетами. Уточнить подробности можно в самом колледже по адресу улица Горького, 87, корпус 5, телефон 257-57-11. Всероссийские соревнования по фехтованию на шпагах среди мужчин и женщин стартовали в Сочи. Турнир проходит на базе Федерального центра спортивной подготовки «Югспорт». Около 200 спортсменов из регионов страны зарабатывают право выступить на главных стартах сезона – чемпионатах Европы и мира. Приемы владения холодным оружием, в частности шпагой, мастерство нанесения и отражения ударов и уколов в период проведения сборов шлифовали спортсмены. Сегодня финальная часть – соревновательные этапы. На дорожках – мужчины. Мы провели в Сочи 10-дневный сбор. Погода благоприятствовала, база отличная. В соревнованиях есть фавориты. Этим спортсменам необходимо зарабатывать очки, чтобы попасть на классификацию на чемпионат Европы и мира. Мы занимаем устойчивое место сегодня. Нас опережает только Франция. На этих соревнованиях мы зарабатываем очки для российской классификации. В ней 12 соревнований и сегодняшнее – одно из них. Мужская шпага представлена сильнейшими фехтовальщиками страны. Всего порядка 100 спортсменов из различных регионов в рамках всероссийского турнира выйдут на дорожки. Чемпион Европы и бронзовый призер чемпионата мира 2014 года, участник Олимпийских игр 2016 года в Рио Павел Сухов на этих соревнованиях борется за рейтинговые очки, что позволит спортсмену выйти на главные старты сезона – чемпионаты Европы и мира. Борьба продолжается. У нас еще три заграничных турнира и еще чемпионат России, который немаловажно играет роль. Через две недели у нас будет гран-при в городе Будапешт. Мы активно здесь уже туда готовимся. Нужно везде выступать стабильно и высоко. Здесь все соперники, всех нужно выигрывать, ко всем нужно относиться с уважением, поэтому мы будем бороться. Нынешний турнир для мастеров стального клинка имеет серьезное значение, поскольку идет отбор в сборную команду России по фехтованию на шпагах. Завтра на дорожке выйдут женщины. За ходом соревнований можно понаблюдать в зале Федерального центра единоборств «Югспорт». Вход свободный. Рината Шипулина, Демидь Даниловский, телекомпания «ФКТ». Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.